Приветствую, дорогие друзья, с вами я, Frostfire, и сегодня мы поиграем с вами в Яндер Симулятор, вашу любимую Яндер Симулятор. Ну и в принципе, мне тоже нравится эта игра, несмотря на то, что обновление выходит всё реже и реже, к сожалению. Но с этим ничего нельзя поделать, я думаю, можно понять Яндер Дева. Но сегодня мы с вами посмотрим такую вот интересную штуку, которая не была добавлена в игру, как бы официально, грубо говоря. То есть я Андер Дев про неё не говорил в обновлении, вообще ни слова об этом не упомянул. Видимо, он даже, наверное, и не хотел в каком-то плане, чтобы это обнаружили, ну или во всяком случае не хотел об этом говорить напрямую. В общем, дело в том, что, как вы знаете, сейчас можно добавить в игру Асана на Джиме, мы с вами это уже делали в каком-то из предыдущих видео и на стриме, по-моему, даже пару раз это делали. Пытались даже добавлять ещё какую-то там соперницу или кого-то ещё, она появлялась здесь в виде горящей Ян-Чан и ничего не делала, ну, это неважно. В общем, да, сегодняшний ролик, я думаю, целиком и полностью, наверное, если он будет слишком коротким, то я, конечно, добавлю сюда ещё что-нибудь, будет связан с Асаной на Джиме, вот она, собственно, здесь есть её профиль, но, естественно, тут практически ничего про неё не сказано, то есть её имя, даже нету пока что фотки для профиля, персональность, личность Цундеры, ну и влюблённость в Сэмпайя, в общем-то, ни в каком клубе она пока не участвует и так далее. В общем, ничего пока другого, почему я выбрал, кстати, эту униформу для учеников, ну, не знаю, мне просто хотелось разнообразие какого-то, и я решил её выбрать. В общем, в чём интересность данного, не знаю, вот, данного добавления, данного вообще, в принципе, ролика, сегодня мы посмотрим с вами задание, которое нам даёт Асана на Джиме, и которое уже будет в финальной версии игры, то есть то самое задание, которое будет связано непосредственно либо с её устранением, либо ещё с чем-то, мы сейчас с вами это посмотрим. Я UnderDev, опять же, про это ничего не говорил, но он, видимо, потихонечку добавляет всё нужное для Асаны, и вот, видимо, это часть того, что он уже добавил в игру, видимо, тестировал каким-то образом, ну, или это ему нужно было просто добавить в билд, и то ли он не убрал из этого билда, который сейчас доступен нам с вами, либо там, ну, ещё по каким-то другим причинам, а почему Асана стоит рядом с Сэмпаем, я хотел с ней поговорить, ну, ладно. Вот, в общем, мы можем взять у неё задание, причём нам даже не нужно как-то становиться с ней друзьями и так далее, хотя для задания, в принципе, это и не нужно. Да, вот мы можем взять задание, и давайте послушаем тогда. Отлично, то есть задание найти её брелочек для телефона. Как я понял, она потеряла, ну, брелочек в виде котёночка, и она потеряла его, как я сейчас понял, в этой вот, в лабиринте, вот в этом, ну, вот, из этой вот живой ограды в лабиринте, да, вон там, помните? Вот, сейчас пойдём поищем. Да, она потому что очень боится идти туда, её пугает этот лабиринт, но давайте сбегаем, посмотрим, попробуем найти. И, что самое интересное, как вы можете, наверное, слышать, добавлена уже для неё непосредственно озвучка, ну, вот, которая будет конкретно этого персонажа, то есть, Асана на Джиме. Да, то есть, та, что мы слышали, когда нам представляли соперниц, когда она говорила свои вот эти вот фразы, вот эта вот озвучка уже добавляется к ней. То есть, до этого мы могли наблюдать, как она берёт трубку и вместо коконы говорит вот эти вот диалоги, и причём говорит голосом коконы, но, сами понимаете, это просто как бы, ну, просто как её рутина была добавлена временная, вот, в игру, чтобы она хоть что-то делала, а не просто стояла на крыше, виляя бёдрами. Вот, и сейчас, как видите, я андердев добавил ей вот такое вот задание, нам нужно найти в этом вот лабиринте её брелок потерянный. Господи, где же я его должен искать-то? Я в этом лабиринте сам порой теряюсь очень жёстко, можно тут заблудиться, но, не знаю, надеюсь, сейчас попробую найти, и долго у меня это, ну, много у меня времени это не займёт. Вот, блин, тут эти повороты, завороты, где-то тут, наверное, должно быть. Здесь просто раскидано много манги, я не знаю, кто прячет сюда мангу в такие места, ну, пф, ладно, им виднее, кто бы это ни был. Возможно, где-то здесь, так, нет, это манга. Если честно, я, конечно, не уверен до конца, возможно ли, выполнить вообще это задание, но давайте попробуем, я не знаю, если мы можем взять это задание, то почему же, почему бы и его нельзя выполнить? Да где же этот чёртов брелок-то, ну? А, нашёл, отлично, вот он валяется, у, тоже оранжевый, ну, прям под её цвет, её любимый цвет оранжевый, я теперь могу это точно вам сказать, ребята, то, что любимый цвет Асана Надзиме оранжевый. Ну, да ладно, давайте вернёмся тогда к ней, отдадим ей брелок и посмотрим, что же будет. И, вот и Асана, да, вот. Она, оказывается, сваливает тоже, поразговаривает по своему телефону, прям как Кокона, причём в одно и то же время, в 7.30 я её, блин, потерял уже, всю школу отбежал почти. Окей, да. Угу, задание выполнено. Отлично. И, всё, я так полагаю. Полагаю. Ну, мы, естественно, с ней подружились, понятное дело. Ну, например, следуй за мной, наверное. Я не знаю. Если честно, видимо, это пока что всё, что, оказывается, можно, наверное, сделать, если я не ошибаюсь. Вряд ли к ней добавлена функция, то, что она может, ну, вот, как с Кокона, и, грубо говоря, да, определить её слабые стороны, условно, и с кем-то свести. Ну, да, я думаю, это ещё не внесено в игру, но, в любом случае, именно это я хотел показать на данный момент. Наверное, давайте сейчас что-нибудь ещё. У меня есть на повестке дня, так скажем, новые определённые какие-то секреты и мифы, назовём это так. Поэтому мы сейчас с вами их посмотрим, потому что слишком короткий получится ролик. Итак, поехали. А с Асаной пока что всё. Иди, отдыхай, но не смей приближаться к Сэмпаю, иначе мне придётся прибегнуть к, ну, в общем, довольно жестоким методам Асана. Ты слышишь, да? Слышишь? Всё, давай, гуляй, Вася. Ну, а мы с вами, ребята, пойдём посмотрим что-нибудь ещё. Итак, следующее, что я хотел бы посмотреть, опять же, касается миссий, да, опять миссий, ребята. И я хотел бы узнать всё-таки, могут ли камеры, например, засечь нас, ну, точнее, показать, что мы заняться чем-то подозрительным, если у нас будет краска, точнее, на самом деле, будет кровь, но это как бы красная краска, да, если мы переоденемся в одежду художника, да, и кого-нибудь убьём при этом. Давайте попробуем это сделать, просто мне очень интересно, будет ли это как-то работать, потому что, ну, логично же, что, по идее, не должны меня с этим как-то спалить, засечь и так далее, потому что, ну, это типа краска. Ну, допустим, ученики и преподаватели на это вообще никак внимания не обращают, ибо, ну, почему они должны внимания вообще на это обращать? Ну, например, давайте убьём кого-нибудь, неважно кого, просто, это неважно, мы просто вот убили, и пойдём перед камерой. Нет, камера не может определить кровь на нас или всё-таки это краска, то есть она думает, что это краска, на самом деле, всё правильно делается, потому что и все подряд тоже думают, что это будет краска, и никак на это внимания не обратят, можно так сказать. Тогда следующее, что я бы ещё хотел бы проверить, ну, то есть, допустим, смотрите, опять же, вот я просто хожу, на мне кровь, но никто не замечает, всем пофиг, они думают, что это красная краска. Но в любом случае, давайте мы кое-что проверим другое, например, я хотел бы проверить ещё один такой момент, касающийся... Я не помню, где у нас лежит отвёртка. Отвёртка — это плохо. Насколько я понял, как вы видите, у меня билд самый последний, то есть сегодняшнего дня, и Яндер Дэв вроде бы как... Ой, не то. Не то сделал, но ладно. Сейчас я это покажу, лучше более наглядно, и заодно в другой клуб вступлю. Ну, сейчас увидите. В общем, в чём прикол? Билд самый последний, насколько я знаю, Яндер Дэв добавил здесь несколько дополнений, точнее багфиксов, если быть правильным. И теперь, насколько я понял, предметы, которые не содержат никакого металла, конкретно, допустим, та же бейсбольная бита несчастная, которая полностью из дерева состоит, она не будет засекаться металлодетектором. Вроде бы, если я ничего не перепутал, ребята. Также в игру была добавлена такая вещь, то, что, допустим, когда мы вступили в, ну, спортивный клуб, например. Давайте я сразу вступлю в него, для наглядности покажу. Когда мы вступили в спортивный клуб, то те предметы, которые мы носим с собой в качестве спортивного инвентаря, не будут считаться подозрительными. То есть, допустим, если я вступил в спортивный клуб, взял бейсбольную биту, ну или там гантели, например, вот, и... ой, куда я свернул? Никто не будет считать, что я занят чем-то подозрительным, то, что я переношу спортивный инвентарь. Потому что это логично, я же в спортивном клубе. Ну вот, например, камера наша с вами, она сейчас не должна ничего подозрительного запалить. Видите, я с бейсбольной битой, я типа в спортивном клубе, я просто переношу инвентарь спортивный для игры в бейсбол. Ну и то же самое с другим инвентарем. Ну и, естественно, никто не будет реагировать на меня, то, что я с каким-то оружием тут стою. Потому что это не оружие, это бейсбольная бита. Давайте еще проверим сразу... Оп! Слушайте, да, действительно, не работает больше на бейсбольную биту. Я не знаю... Давайте проверим тогда... Этот самый... Так, Рико, почему ты крутишься на месте? Ну ладно, неважно. Давайте тогда сразу проверим заодно вот этот посох. Я не уверен о том, из чего он состоит. Но в любом случае, давайте его проверим. Почему-то все считают подозрительным, что я бегаю тут с этим посохом. Хотя это всего лишь инвентарь. А, может быть мне стоит... Ладно, я не знаю. Нет, он тоже... На него тоже никак не реагирует металлодетекторы. И давайте посмотрим... Да, камера все-таки на него реагирует. Я бы еще хотел посмотреть, реагирует ли металлодетекторы на шприц. Но, по идее, должны реагировать, потому что в шприце все-таки есть вот эта вот игла железная, на которую, по идее, должны реагировать металлодетекторы. Ну и, естественно, камеры на это тоже будут реагировать. Однако, однако, есть вещи, на которые камеры, опять же, не будут реагировать, даже если вы, например, ну, не будете ни в каком конкретном клубе состоять. Ну, в общем, те вещи, на которые раньше никто не реагировал, ни учителя, ни ученики, а именно... Нет, смотрите, металлодетекторы почему-то на шприцы не реагируют. Я не знаю почему, хотя вроде... Конечно, я понимаю, что игла это настолько малое количество металла, что, конечно, на него можно не реагировать. Но, в любом случае... Так, давайте я его выкину. В любом случае, например, если я возьму ножницы или ту же отвертку... Кстати, я не помню, где отвертка, но она сегодня... А, она, по-моему, на третьем этаже. Ну ладно, сейчас ее возьмем. Вот, то, по идее, на них камеры тоже не должны реагировать, потому что это обычные предметы. Это обычные самые предметы, которые... Ну вот, реально, ножницы могут быть вообще у любого в пенале, например. Вот, видите, никак не реагируют. Раньше реагировали камеры на все это дело. Ну, ножницы могут быть у кого угодно в пенале, например, да. Ну, мало ли, там, кусок бумаги отрезать, там, ну, еще что-нибудь отрезать. Кусок скотча. Вообще всегда ношу с собой скотч. Скотч – незаменимая вещь. Ну, да ладно. Сейчас не об этом. Вот. Отвертка, ну, в принципе, тоже. Я не уверен насчет, кстати... Как он называется-то? Этот... Вот, видите, на отвертку тоже никак не реагирует. Как же эта штука называется? Господи, забыл. Канцелярский нож. По идее, на него тоже не должно реагировать. Ну, не должны реагировать камеры. То есть, например, вот мы берем канцелярский нож. Вот у меня в руках. Его видно. И да, камера на него тоже не реагирует, потому что это тоже такая канцелярская вещь. То есть, ну, как сказать, такая обыденная повседневная штука, которая, ну, не должна никак, по идее, нам усложнять жизнь. Что это валяется на полу? А, это я ножницы выкинул. Так вот, еще добавилась вот такая вот вещь, последняя штука, которую мы сегодня тогда уж с вами посмотрим. Хотя нет, не последняя, еще какое-что хочу проверить. Это, например... Ну, не например... В общем, вот такую штуку добавил я UnderDeath. Мы можем при помощи отвертки, как видите, у меня сейчас отвертка в руках, мы можем скрутить или подкрутить металлодетекторы, так что мы сможем через них пройти. Вот я их подкрутил, и я теперь смогу спокойно проходить через них. Естественно, вот, можно с каждым так сделать, и это довольно удобно. Правда, единственное, что я тут заметил одну вещь, когда смотрел... Да, я эту штуку уже посмотрел до этого. Если мы проходим со внешней стороны, то то мы можем это сделать без проблем. Но если мы подходим со внутренней стороны, ну, то есть вот изнутри, грубо говоря, то почему-то эта функция недоступна. Не знаю, UnderDeath, видите, он... Ну, как-то плохо пока запрограммировал эту вещь. То есть нужно заходить со внешней стороны, со стороны лестницы. Тогда будет это работать. И тогда последнюю вещь, которую я хотел бы еще посмотреть, мне просто интересует, это касается клуба садоводничества. Или как бы его еще поправильнее назвать? Ну да, садоводничества пускай будет. И, кстати, это заодно связано с тем, что у нас... Ну, какие предметы вообще считаются нормальными и подозрительными в плане вот вступления в клубы и переноса их по школе. То есть, например, да, опять же, мы вступаем в клуб садоводничества. Да, и, к примеру, если мы возьмем... Если мы возьмем лопату, вот, то даже за пределами клуба лопата будет считаться, по идее, как... Ну, не то, что подозрительным предметом. Ну, мало ли, куда мы несем лопату. Лопата такая вещь, видите, она обыденная. Это инструмент садовый. Ну, и не только садовая, вообще по хозяйству хорошая вещь. Вот. И, например, если мы возьмем топор или циркулярную пилу, друзья, то это уже другое дело. Какого хрена ты вообще будешь ходить с топором? Я вообще до сих пор не понимаю, почему в этом клубе лежит так вот в открытую топор, циркулярная пила и вообще много всяких разных вещей опасных в виде вот этих кольев или что это, я даже не знаю. Ну, например, вот возьмем топор, да. Вот. То, естественно, это такая вот, ну, будет подозрительной вещью. То же самое касается, допустим, клуба кулинарии, да. Например, если вы берете нож, да, в классе, ну, не в классе, а в этом кулинарном клубе и выходит, ну, и даже если вы вступили в кулинарный клуб и выходите с этим ножом за пределы кулинарного клуба, то вас будут считать подозрительным с этим ножом. Ну, сами понимаете. В принципе, это логично. В любой бы школе, если бы ты взял бы какой-нибудь инвентарь, допустим, в классе труда, да, но уроки труда, если ты им пользуешься и в классе труда, в кабинете труда, это нормально. Будь там дрель, там, ну, любая вообще опасная вещь, да, вот. Если ты уже выносишь его за пределы, как бы, класса труда, да, кабинета труда, без разрешения чего-либо, вообще без чего-либо ведомого, то это уже считается, в принципе, подозрительным, за это могут отругать, наказать, в общем, ну, понимаете, замечательно сделать. Так вот, о чем я говорю, вот, пожалуйста. Я вступил в клуб садоводничества, взял топор, вышел за пределы сада вот этого школьного и, естественно, меня посчитали подозрительным это, потому что я с топором разгуливаю тут по школе, понимаешь ли. Ну, я думаю, в принципе, это логично, это логично и правильно, что я на Redef это сделал. Я не буду уже сейчас проверять там, что он еще доработал. Ну, правда, единственное, я просто проверяю это по багфиксам, которые он вывешивал на своем сайте, да, об этом отдельных роликов не было, но последние вот несколько дней он постоянно делал багфиксы, вот. И вот сейчас последний самый билд, мы с вами посмотрели, я вам показал Асану, друзья. На этом тогда я завершу. Больше у меня, наверное... Ну, давайте просто я в этом ролике ничего больше добавлять не буду. Есть у меня много еще вопросов относительно других вещей, касающихся непосредственно этого режима миссии, касается это Немезиды нашей. Кстати, пишите в комментариях, как вы хотите, ну, какое бы ей дать прозвище, просто ее назвать постоянно Немезис или Немезида, Немезида-чан, ну, это как-то тупо, не знаю, мне как-то не очень нравится. Вот. Был вариант Нами или Неми-чан, вот. Но как-то мне эти варианты, если честно, они мне не очень нравятся. Ну, то есть это как-то к ней глупо звучит, должно быть что-то более резкое. То есть, понимаете, она же такая хладнокровная убийца, еще, наверное, хладнокровнее и жестче, чем Яндер и Чан. Ну, не знаю, она такая вся целенаправленная, без эмоций и так далее. Типа как Хитман, только, я даже не знаю, на робота даже чем-то смахивает. Ну, не важно. В общем, на этом я закончу, друзья. Это был Яндер Симулятор. Проверили такие вещи. Очень интересно, добавляет Яндер Дев всякие штуки. Миссии допиливает потихонечку. Я думаю, он их будет даже постепенно дополнять и обновлять каким-то образом. Ну, и мы, естественно, все ждем Асану, которую, как вы видите, он уже активно пилит. Есть уже некие результаты. То есть, мы имеем уже задание для нее отдельное. Конечно, оно несложное, но, естественно, оно наверняка будет сложнее намного. Ух, надеюсь, конечно, он успеет до конца нового года. Но, если честно, у меня сомнения, поскольку сегодня уже 20-е. Осталось всего 10 дней. Ну, 11 до нового года. Меньше двух недель. Работа там еще, я думаю, выше крыши. Поэтому, скорее всего, нам придется ждать Асану, полную первую неделю игры, ну, в качестве нового обновления большого, уже после нового года. Но, в любом случае, это будет офигительное дополнение. Я его просто... Ну, точнее, обновление. Я его жду, не дождусь, друзья. Ну, а на этом у меня все. С вами был, как всегда, я, Frostfire. Кто же еще? Пока что у нас на канале никого из ведущих более нету, кроме меня. Нет, это не намек на то, что, возможно, кто-то скоро будет. Это я просто так почему-то сказал. Не знаю, зачем. Все. Я уже начинаю заговариваться, друзья. В общем, с вами был я, Frostfire. Как обычно, желаю вам удачи. И очень сильно прошу, чтобы вы ставили лайки, если вам сильно понравилось это видео. Пишите свое мнение в комментариях. Делитесь с друзьями этим видео и моим каналом. Ну, и увидимся с вами в следующих роликах, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok